Здравствуйте! Итак, ребята, здравствуйте! Ещё раз добро пожаловать, если вы вдруг впервые. Я Марина. Марина Лакшес. Обычно делаю обзоры на косметоз, рассказываю какие-то интересные истории в своей жизни. Редко, но метко. И иногда выкладываю Crime Time. Я обожаю эту рубрику, но снимать её крайне сложно из-за моих проблем с вниманием. Именно поэтому я окрашусь, пока рассказываю вам историю, для того, чтобы себя чем-то занять. Подробную историю создания формата я рассказывала в первой части. Можете глянуть её. Сегодня речь пойдёт о Карле Хамолке и о Поле Бернанда, или как его называли. Именно Пола его называли убийца из города, название которого я не помню. Его называли не убийца, извините, пожалуйста. Его называли насильник из Скарбора. Скарбора? Кто знает? Бахнем энергоза. Ребята, эта история очень тяжёлая, именно поэтому готовила я её с марта. Итак, ребята, начну я с рассказа истории кто же такая Карла Хамолка и кто такой Пол Бернанда. Карла Хамолка была также известна как Карла Лин Тио. Лин Борделайс, или же Лин Бордо. Она родилась 4 мая 1970 года. В Порткредит, Онтарио, Канада. Это было очень известное резонансное дело, у которого много поворотов. Карла родилась в семье Карела и Дороти Хамолки. Она была старше из трёх дочерей. Старшенькая. Обычно любит больше всего младших или старших детей. Средних обычно не любят, так что странно, что у неё такая судьба получилась неприятная. Её сёстрами были Лори 1971 года рождения и Тэми 1975 года рождения. Тэми была младшенькой. Семья жила в Сент-Катеринс в Онтарио. Я думаю, ребята, вы понимаете, что когда вы молодые, вам всегда хочется дополнительный доход. Здесь могла быть ваша реклама. Поэтому Карла начала работать неполный рабочий день в зоомагазине. Странно, как её туда взяли? Без знаний. Она начала там работать, когда она училась в средней школе. То есть ей было лет 14. Училась она в средней школе Сэра Робинстана Черчилля. Школа носит настолько уважающее имя, но надо же, какой у неё выпускник. В 1988 году она окончила учёбу. И была нанята ветеринарной клиникой под названием Торрель. На работу в качестве помощника ветеринара. Как её наняли без образования? У неё до сих пор вопрос. Затем она устроилась на аналогичную работу. Тоже помогать ветеринару. Животных любила. Какая молодец. Работала она в клинике Мартиндейл. Где она кое-чем промышляла. Потом вам скажу. Итак, Карла Хамолко встретила Пола Бернанда, своего будущего супруга. Они очень мило познакомились в одном из ресторанов города Скарборо. Я никак не могу запомнить название. Встретились они, внимание, 17 октября 1987 года. Как раз вот за год до того, как она в новой клинике начала подрабатывать. Они оба были на каком-то съезде в Торонто. Вот и познакомились. Цвела судьба. Ей было в то время 17 лет, а ему было 23 года. 24 декабря, то есть, понимаете, прошло времени, это не с хер. 17 октября, и тут уже 24 пол, значит, делает нашей Карле предложение. Встретил женщину мечты. Поэтому за два месяца он уже понял. Всё, моя хорошая, ты моя дама. Мы с тобой вместе на всю жизнь. Хочу заметить, что возраст совершеннолетия в Антарио 18 лет, а в то время возраст согласия в Канаде составлял 14 лет. Так что всё с этим окей. Всё было законно, кажись. Теперь я вам расскажу про Пола Бернандо. Пол Бернандо родился 27 августа 1964 года. В 1975 году отец Бернандо Кеннет был осуждён за приставание к маленькой девочке. Также он развращал свою собственную дочь. Вот урод, а. Мать Бернандо страдала депрессией, и поэтому она от мужа отдалилась, и как-то, знаете, было всё равно, что он там делает вообще. У меня своя волна, понимаете? Отстаньте от меня, не надо со мной разговаривать. Однако есть книга, которая называется «Смертельный брак», автор Ник Прон. Он описывал Бернандо как счастливого человека, у которого было приятное детство. Он был таким воспитанным мальчиком, счастливый, успешный в школе и участвовавший в бойскаутском движении. Прям бойскаут, блядь. Просто я не могу, я так, ну вот, эта история такая. Неприятная именно поэтому так реагирует бойскаут, блядь, конечно. Не знаю, где автор нашёл эту информацию. В 16 лет после того, как его мать и отец поругались, Пол узнал от неё, что его отец на самом деле не его отец, что он был рождён от другого мужчины. После чего он назвал свою мать промискуитетной дамой. Также он называл её слякотью. Я не знаю, это ошибка перевода или что это. В общем, он её не уважал. Хотя чё такого? Отец это не тот, кто тебя родил, а тот, кто тебя воспитал. После того, как Пол окончил колледж, он стал работать в Амвэй. А чё же не в Берри Кэй? Поэтому у меня к Амвэй всегда были такие чувства смешанные. Теперь я понимаю, почему. К моменту поступления в университет Пол уже имел тёмные фантазии. И уже имел опыт унижения и избиения девушек, которые были с ним в отношениях. Садист. Просто садист. Хочу сказать, что я в этом видео буду затрагивать тему БДСМ, ребята, но вы должны понимать, что БДСМ комьюнити, оно с этим вообще не связано. Там немножко другая философия. Но много кто в статьях описывает действия пары и вот их вообще жизнь, то, что они любили БДСМ, это вообще совершенно разные вещи. Если вы не разбираетесь, то не думайте, что БДСМ это обязательно произбиение, унижение и всё такое. Нет, нет, ни в коем разе. Поэтому никто не оскорбляется, никто не обижается. Разбираемся в этом движении. Окей, договорились, идём дальше. Итак, вот в 87-м году наши пташки встретились и вообще сразу начали встречаться. Да, он потом предложение сделал, почему всё так быстро пошло. Потому что она была первой, кто его фантазии, всевозможные интересы не отвергал. Она прям говорила, да, там делай со мной всё, что тебе интересно, мой хороший. Это история про созависимые отношения. Итак, а теперь давайте поговорим про, что всё-таки происходило у этой пары. Начался трэш. Потому что два откровенно не совсем здоровых человека встретились. К 1990 году Бернардо проводил очень много времени с семьёй Хамолка. И ему там все нравились, он всем нравился. Он такой дружелюбный мужчина. Вау, ты нам нравишься. Естественно, он был помолвлен уже со старшей этой Скварлой, да? Но он постоянно интерес к младшенькой проявлял. До этого он работал бухгалтером, и он вообще никому не сказал, что потерял работу. Ну и вы, а меньше знаете, крепче спите. И вместо того, чтобы работать бухгалтером на нормальной работе, ну то, что я считаю нормальной, по крайней мере, он стал перепродавать сигареты через ближайшую американо-канадскую границу. Переправлять. Видимо, там платят больше, чем за работу бухгалтера официально. Деньги домой пытаются принести. Чёрт, давайте без осуждений, пожалуйста. Он прям обожал младшенькую вот Эми Хамолку. Я даже могу сказать, он был ей одержим. Он заглядывал к ней в окно, в её комнату заходил, пока она спала. И знаете, что делал? Пенис свой надрачивал. А вы что думали? Извращенец. Конечно, знаете, кто ему помогал в комнату-то проникать? Старшенькая, блядь. Представляете, она ему говорила, да, я тебе открою окошечко, я тебе жалюзи подниму, смотри, пока она спит. Давай, писюн свой дрочи. Как так можно, а вообще? Она его боялась потерять или чего, понять не могу. Затем в июле Тэми на какую-то вечеринку собиралась и попросила Бернарда помочь ей с покупкой пива. А так как ей было мало лет, то в Канаде пивас было купить нельзя. Поэтому Бернарда вызвался помочь и перевёз её на американскую границу, чтобы пивас купить. Когда они там находились, Бернарда затем рассказал своей невесте Карле, что они напились и поцеловались. Не знаю, простила бы я такое, но если я вижу, что откровенно мой мужчина к моей младшей сестре пристаёт, я бы, думаю, не стала бы ему помогать в этом деле, да, преуспеть. Я бы сказала, ну, удачи вам, я по съёмам, блядь, тут что-то не то происходит. Карла никак не отреагировала. Ну, ладно, что, напились и напились. Охуй с вами. Немножечко забегая вперёд, скажу, что потом Бернарда, когда был на суде, он рассказал, что Карла в спагетти, в соус, точнее, для спагетти подкладывала кое-что. Валиум она подкладывала, валиум. Это синтетическое лекарственное средство, оказывающее снотворное, противосудорожное и успокаивающее действие, которое она как раз украла в клинике для животных в этом Мартиндейл, где она работала. Подворовывала там. Хитрая, хорошо устроилась. Ребята, я думаю, вы понимаете, что делала Карла. Она усыпляла свою сестру частенько так для того, чтобы Бернарда делал то, что он захочет с ней, пока Карла на это всё смотрит. Замечательная сестра, превосходная. Итак, за полгода до свадьбы, в 1991 году, Карла Хамолка снова кое-что украла из клиники. Анестетик Галлотан. Это средство для наркоза, используемое самостоятельно в смеси с воздухом или кислородом, или в сочетании с другими средствами, главным образом для достижения хирургической стадии наркоза. Угадайте, зачем она это украла? 23 декабря 1990 года, наша замечательная, красивая пара, они реально очень красивые были. Они Тэми напоили Рома, она потеряла сознание, потому что перепила, и Карла намочила тряпку вот этим средством, как оно называлось, голота. Она вот на тряпку вылила это средство и накрыла ей рот и нос. Зачем же Карла это сделала? Она, ребята, хотела подарить детственность своей сестре своему мужчине. Прекрасный подарок на Рождество своему мужчине, детственность своей сестре, охуеть. Она решила это сделать, потому что Бернардо был разочарован тем, что он был не ее первым партнером. Пока родители спали в своей спальне, Карла и Бернардо перетащили сестру в подвал. Снимали все это на видео, что они там с ней делали. Ребята, это вообще, это трэш. Тэми очнулась и ее начало тошнить, потому что она алкоголем передознулась, походу. Они сделали все, что могли, попытались привести ее в чувства, но у них не получилось, поэтому они позвонили в 911. Конечно же, ребята, они позвонили не сразу. Перед этим они скрыли все возможные улики. Они одели Тэми и положили ее в кровать. И через несколько часов Тэми Хамолка была объявлена мертвой в больнице. Она так и не пришла в сознание. Мне надо сделать брови. Готово. Я взяла небольшой перерыв и забыла, на чем я остановилась. Короче, поведение пары было странным. Но никто этого не заподозрил. То есть после того, как Тэми увезли, они тут же начали пылесосить, вещи все свои стирать. Ну, что такого, обычно просто посреди ночи стираем вещи, что им от нас надо. Стирать хотим, стирать любим, прибираться. Мы чистоплотные, в отличие от вас. В общем, пару допросили, и они сказали свою версию событий, что ей стало плохо посреди ночи. Они решили помочь. Они хорошие, добрые, и никому никакого зла никогда не желали. Что вы, что вы. В общем, региональный коронер и семья поверили в историю пары. То, что все-таки было. Впоследствии они решили заснять видос, где Карла лежала в одежде Тэми. Типа это было до. И она притворялась Тэми для того, чтобы был какой-то эвиденс. Доказательство того, что все-таки было, как они и описывали. Также после этого случая они переехали из дома Карлы и сняли бунгало. Для того, чтобы позволить родителям справиться с их горем потерей младшей дочери. Естественно, на этом пара не остановилась. Рано утром 15... Так, я вот так вот сяду к вам. Рано утром 15 июня 1991 года Бернардо объехал Берлингтон. Это город, который находился на полпути между Торонто и городом Сент-Катаринс. Он это сделал для того, чтобы украсить номерные знаки с машин. Он увидел девушку по имени Лесли Махафи. Она стояла около своего дома. В дом ее не пускали родители, потому что она пропустила комендантский час. Где-то ходила. В некоторых источниках указано, что она была на похоронах. И ей было не у кого остаться. Поэтому она вот у дома у своего стояла и надеялась на то, что родители ее пустят. Естественно, впоследствии они пожалели, что они ее домой не пустили. Ну и вот тогда Бернардо такой вышел, посмотрел на нее, оценил. Девочка молоденькая, ему подходит. Он к ней подошел. Она говорит, ой, мне негде остаться. Он говорит, давай я взломаю соседний дом, чтобы ты там осталась ночевать. Ее это не смутило ни разу. Она просто спросила, слушай, друг, у тебя есть Сиги? Я курить хочу. Он сказал, да, конечно, есть, но они у меня в машине, моя хорошая. Пойдем со мной. Он, видимо, выглядел очень дружелюбным, открытым таким молодым человеком. И она подошла к машине, где он завязал ей глаза и сказал садиться в машину. И он ее отвез вот в это бунгало, которое они с Карлой арендовали. Он ее туда привез и сообщил ей, что мы нашли нам товарища по игрищам. Ой, что же сделали эти два человека? Они пытали девочку эту и издевались над ней под музыку Боба Марли и Дэвида Боуи. В какой-то момент Бернардо сказал девочке, ты очень хорошо справляешься, отлично работаешь, мне это устраивает. Затем он добавил, что следующие два часа определят, что он с ней будет делать дальше. Далее Махафе стало больно. Она умоляла Бернардо отпустить ее. И в какой-то момент она ему сказала, что кажется, что у нее слетела повязка с глаз. Что очень сильно Бернардо испугало, потому что это могло значить, что если вдруг что, она его опознает и его посадят. На следующий день, как потом Бернардо сообщал, хамомка накормила ее смертельной дозой лекарства, которое называлось хальцион. Это снотворное средство. Хамомка же в свою очередь утверждала, что она ничего никому не давала, никого ничем не напаивала. А то, что Бернардо девочку задушил в итоге. Тело они сложили в подвал. На следующий день эта бунгало посетила семья в хамомке. И когда они покинули бунгало, Бернардо решил, что надо избавляться от тела. Самое лучшее решение, по его мнению, было его разделать и залить каждый кусок цементом. Это ужасно. Это очень противно рассказывать. Поэтому я так долго к этой истории не приступала. На следующий день Бернардо понял, что пора воплощать план в жизнь. И пошел в строительный магазин. Купил пару мешков с цементом. Чики он почему-то сохранил, непонятно зачем. Это очень большая улика будет против него. Как Бернардо расправлялся с уликой в виде тела Лесли? Он использовал пилу. Затем они с Карлой залили все это дело цементом и увезли, скинули им в озеро. Оно находилось в 18 километрах от их места обитания. Один из блоков весил около 90 килограммов. Очень тяжелый. И он не хотел никак тонуть. Он недалеко от берега находился, где впоследствии рыбаки, отец и сын, обнаружили его. Его вынесло. Обнаружили они этот блок 29 июня 1991 года. Рыбачат такие, рыбачат, смотрят о бетончик. Сядем-ка мы на него. От него шманит за 10 метров. Лесли проводила коррекцию прикуса. Именно благодаря вот этому аппарату ее и опознали. По другим данным, ребята, 29 июня 1991 года пара, которая плыла на Каноэ по озеру Гипсон, обнаружила вот этот бетонный блок. Это как раз был тот день, когда Бернарда и Хамолка поженились на достаточно пышной церемонии. Свадьбу строили. У них радость и счастье. Новая гнилая ячейка общества создалась. Далее Бернард стало скучно. И днем 16 апреля 1992 года они опять ехали через Сент-Катаринс в поисках очередной жертвы для себя. Все это дело было после школьных уроков. Они вот искали около школы. Это было перед Пасхой. И школьники в этот момент все еще из школы домой возвращались. Медленно, но верно. Но улицы в основном были пустые. Так как это перед Пасхой было, был чистый четверг, но и люди все дома были, прибирались, наверное. Когда эти двое проходили мимо главной католической школы Святого Креста в северной части города, они заметили Кристен Френч. Ей было 15 лет, и дом находился от школы вообще недалеко. Она быстро туда направлялась, торопилась куда-то. Пара въехала на стоянку рядом с Лютеранской церковью. И Хамонка вышла из машины с картой в руке. Притворившись, что ей нужна помощь, она потерялась. Помогите, пожалуйста, я не могу найти дорогу. Пока Френч пыталась разобраться в карте, это 15-летняя девочка, которая помочь решилась. Бернадо атаковал ее сзади, размахивая ножом, и заставил сесть в машину. В общем, в машине Бернадо унизил девочку. Я не буду говорить, каким образом это очень противно. Он проводил действия разные, там, пенисом своим, например, тряс ей в лицо. Это просто вообще, ребята, настолько ужасно. Причем Карла в это время держала ее. Он ее всяко-разно унижал. Они увезли девочку в свое бунгало и оскорбляли ее там и физически, и словесно. Называли ее всякими нелестными словами. Конечно же, все это дело снимали на камеру. Затем наступило последнее, самое худшее оскорбление Кристен Френч. Но они его не записали на видео. В общем, они ее убили в итоге. Кристен Френч каждый день ходила одним и тем же путем домой. И пыталась идти быстрее для того, чтобы дома позаботиться о своей собаке. Родители это прекрасно знали, что она дома всегда в одно и то же время, строго по расписанию. Дорога у нее занимала ровно 15 минут. Как только они поняли, что с их дочерью случилось что-то неприятное, они моментально уведомили об этом полицию. В течение 24 часов полиция искала свидетелей, пыталась найти улики какие-то. И они нашли один ботинок на парковке, что указывало на то, что Кристен действительно похитили. В течение трех пасхальных дней эти двое мучили Кристен Френч, заставляя ее пить огромное количество алкоголя и снимали все свои издевательства над ней на камеру. И на суде над Бернардо уже потом прокурор сказал, что Бернардо специальные глаза не завязывал, так как знал, что он ее в итоге лишит жизни. 30 апреля 1992 года тело Кристен было найдено в Канаве. И так как нашли его в целом состоянии, то следователи ошибочно подумали, что это совершенно другое преступление, не связали его с тем, которое было первым, когда они вот в цемент все это дело запаковали. Следователи подумали, что это разные люди совершили эти два разных преступления, хотя возраст одинаковый. После того, как они убили Кристен Френч в Канаву и ее скинули, они пошли на пасхальный обед к семье Карла. Знаете, вот так спокойно, как будто ничего не произошло. В общем, ребята, эти двое совершили много очень похожих преступлений подобных, но их всех не связывали. Я эту информацию пустила, потому что преступления похожи, все это было на камеру записано, поэтому я думаю, что не стоит вам об этом сообщать, но стоит сказать, что преступлений было много. Хамолко и Бернардо были допрошены полицией несколько раз, потому что следователи думали, что Бернардо причастен к этому. После очень долгого допроса офицеры сказали, что Бернардо вряд ли здесь виновен, потому что он не подходит как подозреваемый вот к описанию населения из, как этот город, я постоянно забываю, из Карбора. Через три дня была создана целевая группа, которая называлась «Зеленая лента», которая расследовала Бернардо Лесли Махафи и Кристен Френч. Естественно, об этом узнали наши герои и решили поменять свою фамилию с Бернардо и Хамолки на Тил, чтобы к ним было сложнее прикопаться, видимо. Данную фамилию Бернардо взял из фильма «Оголовное право» 1988 года. В конце мая один из знакомых Бернардо по имени Джон Матил также сообщил о Бернардо, как о возможном преступнике, о том, что это он, населник из этого города, название которого я никак не запомню. В декабре 1992 года, ребят, сейчас стрелы доделаю, Центр судебной медицины наконец-то начал проводить исследование ДНК, которое Бернардо предоставил за три года до этого, то есть в 1989 году. 27 декабря 1992 года Бернардо очень сильно избил свою жену Карлу фонариком и сказал, что она просто куда-то упала или в аварию какую-то попала. Надо же, какой умный, тут же видно, что это не авария, что ты ее избил, мудил. В общем, Хамолка вернулась на работу с серьезными такими повреждениями, и ее коллеги заподозрили что-то неладное. Родители об этом тоже узнали и захотели увезти Карлу из этого дома, подальше от Бернардо. Когда Карла вернулась домой, она пыталась что-то найти, но ее все равно родители увезли в больницу, где задокументировали ее травмы, и она подала заявление в полицию, утверждая, что супруг ее избил и, естественно, предъявила обвинение Бернардо. Его арестовали, но затем выпустили просто под подписку о невыезде, легко отделался. Хамолка переехала к родителям. Через 26 месяцев после того, как Бернардо предоставил свое ДНК на исследование, полиция Торонто была проинформирована, что ДНК Бернардо совпадает с ДНК населенника из, боже мой, как он называется, Скарборо, Скарборо, Скарборо. Естественно, после этой информации его поместили под круглосуточное наблюдение, потому что, ну, что-то тут не то, ДНК совпало, мой хороший. Итак, ребята, что у нас в итоге? Карлу допрашивали, и она сдала своего мужа. По многочисленным обвинениям Бернардо арестовали. И 17 февраля 1993 года детективы и целевая группа «Зеленая лента» получили разрешение на осмотр дома, но оно было ограниченным, поэтому они не могли выносить очень многие улики из дома и должны были осматривать их в доме. Например, если они найдут видеокассеты, которые они нашли, они могли их смотреть только в доме, выносить их не могли. Также повреждения дома нужно было свести к минимуму, то есть им не разрешалось разобирать никакую мебель, ну, имею в виду полностью стены там разрушать, чтобы найти вдруг они видеокассеты в стены замуровали, потому что хамолка рассказала им, что они все это дело записывали на видео. Обыск дома по итогу длился 71 день, представляете? То есть они тщательно искали и очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Единственное видео, которое они нашли, это было видео, опять, неприятного содержания, о том, как хамолка орально ублажала одну из жертв. 5 мая 1993 года хамолке было предложено сделать признание. Это была так называемая сделка признания вины на сроком 12 лет, и хамолке дали только одну неделю на раздумья. И если она откажется полностью рассказывать, что происходило, я сейчас зачитаю, что ей должны были предъявить обвинение по двум пунктам в действии первой степени, по одному пункту обвинения в убийстве второй степени и в других преступлениях, которые она совершала вместе со своим Бернардом. Позже хамолка согласилась на все это и рассказала следствию, что происходило. 14 мая 1993 года хамолка приняла предложение и начала рассказывать следствию о том, что они делали вместе с Бернардом. Ребята, я сейчас постараюсь сократить свою речь, потому что то, что я вам сейчас расскажу, вообще надо в отдельное видео выносить. В общем, была необходимость защиты Бернарда на справедливое судебное разбирательство, и поэтому предварительное расследование вот этих всех дел, оно наложило запрет на публикацию разглашения того, что было уже известно, то есть то, что им хамолка рассказала. Королевский суд подал ходатайство о запрете, которое было введено 5 июля 1993 года, и хамолка поддержала запрет, она тоже не хотела, чтобы все знали, что вот это она делала эти все ужасные преступления, хотя она в основном пыталась выставить себя жжем и обвиняла Бернарда в том, что он к ней очень плохо относился, бил ее и так далее. Но адвокаты Бернарда, наоборот, хотели, чтобы информация распространялась, я, однако, не поняла до сих пор почему. Также 4 СМИ выступили против вот этого сокрытия дел преступления. Ну, конечно, им деньги нужно газеты продавать. Однако все равно люди утверждали, но я тоже с этим согласна, что если рассказать общественности о вот этих всех деталях, то тогда не будет справедливого судебного разбирательства. Это будет достаточно большой ущерб судебному процессу. Но доступ в интернет у всех уже тогда был. И как бы запрет-то только на Антарию распространялся, да, но он не мог применяться в Нью-Йорке, Мичигане или где-либо еще за пределами Антарио. Ну и в итоге по Америке благодаря интернету вся эта информация распространилась. И так как все это в Америке стало доступным в интернете, интернет у нас не локальный уже тогда был. В Канаде, очевидно, люди тоже узнали про это дело судебное, да, то, что уже есть много информации, что Карла обвинили, и Бернарда виновен в преступлениях. Там были детали преступлений. Во время судебного разбирательства по делу Хамолки, да, именно ее причастию к преступлениям, общественность беспокоили три особенности дела. Мало что было известно о роли Хамолки в преступлениях Бернарда. Всем было очень интересно, какую же роль она там принимала. Но в целом дело против Бернарда зависело от показаний Карлы. То есть для того, чтобы добиться обвинительного приговора против него, ее истории нужно было верить. Однако все то, что она рассказывала, никак нельзя было подтвердить. Не было никаких улик или фактов определенных. То есть никто же не мог ей поверить просто потому, что она это говорит. Она могла это все придумать. И я уже говорила, что она пыталась выставить себя в качестве жертвы, да, то, что она ее бил, как-то заставлял все это делать. Благодаря такому вот статусу можно было уменьшить ее ответственность за совершенные преступления и сохранить доверие к ней как к свидетелю. А это было важно для адвокатов Хамолки. 17 мая 1993 года Карла привела полицию в дом, чтобы найти доказательства ДНК о том, что девушки были в доме, о том, что Бернарда там вытворял. И также они пытались найти чек. Помните, я вам говорила чек о том, что он покупал очень много цемента, которые связывали бы Бернарда с убийством Лесли. По итогу видеозаписи все-таки обнаружили. Я вам сейчас зачитаю, потому что так говорить очень неприятно. Адвокат Бернарда сказал, что на видеозаписях было показано, как Хамолка занималась непристойными вещами с четырьмя женщинами и вводила нахуйщики, потерявшие сознание жертв. По итогу, ребята, все вот эти видеозаписи, они были просмотрены, но в суде присяжным дали только их прослушать, потому что смотреть это очень графично. Ключевая улика в виде видеозаписи очень долго от полиции скрывалась. И когда уже наконец-то все это дело вскрылось, наша общественность поняла, что Карла никакая не... То, что она активно участвовала во всех этих процессах лишения жизни других людей. Пытаюсь монету сохранить. По итогу оба начали обвинять друг друга, то, что вот нет, я не убила, то, что она убила, и она начала его обвинять. И, в общем, тут очень все запутано. Что важно? Важно то, что сделка о признании вины Хамолки, она была предложена до того, как видеозаписи нашли. То есть вы помните, я вам сказала, что сначала ей предложили, ты давай все нам расскажи, а мы тебе там срок уменьшим или еще что-то, переделим другие обвинения. Потом уже нашли видеозаписи, ребята, и было широко распространено мнение о том, что Хамолка прекрасно знала, где хранятся видеокассеты. Наверняка она их сама прятала. И она умышленно их прятала, потому что она пыталась выставить себя в таком свете, что она под контролем Бернарда всегда находилась. И как раз вот из-за этого центральный принцип сделки о признании вины был достаточно сомнительным. В итоге я вообще не знаю, по какой причине, в 2001 году видеокассеты не стали использовать, не только потому, что очень графично, а потому что шесть из них куда-то потеряли. Ну вот вообще, это адекватные, ключевые улики теряют. В итоге Хамолку посадили в тюрьму, но перед этим ее обследовали психологи, психиатры, и сказали, что у нее есть небольшой синдром жертвы, но по итогу она в тюрьме очень хорошо себя ощущала, даже там отношения завела, и сказала, что она считает себя мужчиной. После этого многие стали воспринимать ее как больную, поехавшую на голову даму, а не шесть у Бернарда. Хамолку хотели освободить, но семьи пострадавших, наоборот, хотели еще более жестоких ограничений в ее сторону. И они хотели, чтобы она ежегодно проходила осмотр у психиатров и у психологов. И вот по освобождению Карла, я не знаю, почему ее на такой маленький срок посадили, я пыталась найти эту информацию, но я вообще ее никуда не записала. Ее, видимо, отпустили условно досрочно, потому что она все-таки доказала, что она была под влиянием Бернарда. Я не знаю, как ей поверили. Видимо, шесть видеокассет, в которых она участвовала, были уничтожены неспроста, точнее потеряны. Таким образом было не доказать то, что она активное участие принимала во всех этих делах. Двухдневное слушание по освобождению было в 2005 году. Судья постановил, что она после освобождения по-прежнему будет представлять опасность для общества. И в результате, используя статью 810.2, по освобождению у Хамолки были определенные ограничения. Я вам сейчас их тоже зачитаю. Она должна была сообщить полиции свой домашний и рабочий адрес, а также указать, с кем живет. От нее требовалось обязательно уведомлять полицию, как только что-либо из этого поменяется. Также о любом изменении имени она должна была сообщать. Если она планировала уйти от дома более чем на 48 часов, она должна была уведомить об этом за 72 часа. Она не могла связываться с Полом Бернарда или семьями девушек, которых она убила. Точнее, была участницей, я никого тут не обвиняю. Ей было запрещено находиться с людьми младше 16 лет, а также принимать любые лекарства, кроме рецепторных. Она должна была продолжать терапию и консультации. От нее требовалось предоставить образец ДНК. Не такие уж и строгие ограничения, я считаю. Если она нарушает один из этих пунктов, она сядет в тюрьму всего лишь на 2 года. Ну, это максимум, до 2 лет. Хоть это и убедила общественность в том, что Хамолке будет сложнее совершить преступление, все-таки суд посчитал, что это может ей нанести ущерб, вот эти ограничения. Потому что общественная враждебность и ее сомнительный статус могут подвергнуть ее опасности после освобождения. Затем Хамолка, естественно, для того, чтобы сохранить свою безопасность, она подала в суд о том, чтобы вынесли широкий запрет о публикации в любом СМИ о том, что ее освободили. Потом Хамолка давала очень много интервью, ребята, я не хочу вас с этим грузить. Затем она переехала в Гваделупу. В общем, сейчас она на свободе. Имя она сменила на Лин Бардо. Она вышла замуж за брата своего адвоката, от которого у него двое сыновей и одна дочь. Представляете, человек с таким вот прошлым, который совершал такие действия, еще и троих детей родил. Еще и пару себе нашел, точнее нашла. Это просто, ребята, трэш. Одна журналистка посетила место, где проживает Хамолка, точнее Бардо. Она пробыла там примерно час и сообщила, что Карла, а сейчас это Лин, она является прекрасной женой и матерью, хорошо справляется со своими обязанностями. Ребята, я вот смотрю то, что я тут написала. Было снято много разных документалок по этой теме. Написано несколько книг, фильмы даже сняты. Также написано много книг. Кстати, видеозаписи обнаружили в ванной в потолочном светильнике. Неплохо так спрятали. Вот такая ужасная история, ребята. Я все очень кратко сделала, все сжала, потому что информации слишком много. И графичные детали я тоже решила убрать, потому что, ну, серьезно, это самое отвратительное дело, которое я вот читала. Я очень много чего смотрела, много читала, но такого вообще не видела, чтобы еще и освободили человека после таких действий. Это удивительно, хотя доказательств ее вины достаточно много. Что вы думаете, ребята, по этому поводу? Слышали ли вы эту историю? Потому что я, когда о ней узнала в марте, я просматривала Murderpedia, я всегда там ищу темы для своих crime time. Я вообще удивилась, особенно вот освобождению ее. Причем на Murderpedia она является как бы главным преступником. То есть я нашла это дело не по имени Пол Бернарда, а по имени Карла Хамолка. Меня фамилия привлекла. Я нажала там такая огромная статья тех преступлений, которые они совершали вместе ужасных. И я все еще не могу понять ее мотивы. Зачем она это поддерживала? Зачем она это делала? Вот я думаю, если бы не она, да, если бы не Карла рядом была, то что бы Пол делал? Он бы один все это делал? Она все-таки, я склоняюсь к тому, что, наверное, была под его влиянием каким-то. Но мне непонятно, зачем делать это все было. Зачем? Может, у вас есть какие-то предположения, ребята? Также у меня вопрос, почему ее освободили. Ну, в Канаде другие законы, поэтому не мне решать, кого освобождать, а кого нет. Все-таки иностранные тюрьмы, особенно канадские, американские, вот норвежская в особенности, они направлены именно на исправление человека, а не как у нас. То есть, если в российскую тюрьму попасть, то все, это конец. А в Канаде особенно, и вот в Норвегии, пытаются именно помочь человеку встать на путь истинный, но в то же время... Мне больше нравится американская, конечно, вот эта тюремная система, потому что там уж что-то совершил, тут и все, сядешь на всю жизнь. Пожизненный срок, кстати, 25 лет, поэтому дают иногда 9 пожизненных сроков, там или 7, для того, чтобы человек точно отсидел до конца. А не так, что один пожизненный срок, 25 лет, а может быть, преступник у 15, и он в 40 выйдет. А сейчас, конечно, не так дело не пойдет. Сиди, 8 сроков. Такая вот история, ребята, я наскренила ваше предложение, наскренила. Я постараюсь делать по ним истории, очень постараюсь. Я предпочитаю все-таки 19 и 18 век, то есть что-то такое более старенькое, а это современная история. Вроде бы, кстати, первая на канале. Мне не так много кримтаймов, я не помню. Окей, ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, не надоело мое лицо, понравилась моя речь, также мой макияж понравился. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и оставить свой очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Давите, я даю окладу свое прекрасное, замечательное, красивое лицо. Всех люблю. Всем пока. Насильник из Скарборо. 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 Насильник из... Его называли... После того, как... После того, как Пол Бернандо... Бер... Бернардо, блядь. После того, как... Кажись, я отконтурировалась бронзером. Заеби нога-ногу. Я работать не могу. Ну вот, бронзируюсь, тогда контур. Чего, мне терять нечего. We are done. Так, че она там ворвала-то? То есть вы понимаете, да? То есть вы понимаете, что у меня бронзер не растушеван. Лесли идентифицировали по ее ортодонтическому аппарату. По слуховому аппарату. Блядь, я тупая? Которая расследовала убийство Лесли Мах... Махафи. Ну, естественно, предъявила объявление... Объявление? Ну, естественно, предъявила объ... Почему объявление, если обвинение?